Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях украинская певица, специальная гостья украинского тура Ирины Билык, безгрыма на икраще про кохание, Ольга Ракицкая. Всем добрый день, здравствуйте. Собственно, первый вопрос у нас будет про тур. Уже вы объехали очень много городов. Расскажите, как он проходит, были ли какие-то курьезы, как вас встречает публика в разных городах Украины. Мы уже проехали тур, в который входило 34 города. Самой не верится в эту цифру городов. Тур прошел великолепно, просто потрясающе. Публика была очень теплая, открытая. Было очень приятно петь для таких людей, действительно. И все настолько тепло, душевно, искренне. Поэтому все очень хорошо. Единственное, конечно, момент, это то, что где-то в залах холодно, где-то дороги у нас, вы сами знаете, какие бывают в Украине. Но мы это все прошли, это все нюансы, которые на сцене. Этого никто не показывает, не видит и не знает. Все отлично. А чья была идея посотрудничать? Можно сказать, что Ирина. Ну, то есть предложение было ее. Когда вы у вас уже знакомы? Мы знакомы где-то около полгода уже получается. И когда мы познакомились, то есть, конечно, инициатива была моя с ней, познакомиться. Я ей подарила свой диск. Она его даже не сразу послушала. Но интерес у нее, так скажем, был. И мы встретились. К тому моменту она уже послушала диск. Послушала все песни. И была очень тронута, конечно, к моему счастью. Я даже, честно, не ожидала. Я была даже не уверена, что она дойдет до того, чтобы послушать диск. Потому что я представляю, в ее графике все расписано по минутам. И, ну, действительно, она это сделала. И сказала, что была тронута творчеством. Даже не ожидала услышать такой альбом. И что она давно не слышала такой музыки у нас в Украине. И она сказала, что бы ты хотела. Вот как ты видишь вообще свое будущее, свое развитие. Хочу, я тебе помогу в музыкальной сфере. То есть, я познакомлюсь с нужными людьми, с музыкантами. Ну, кто? Клипмейкеры. Вот кто? Я тебя окуну в этот мир музыкальный. Но я так ответила сразу, что я бы очень хотела побольше живых выступлений. Потому что, на самом деле, я точно знаю, что для любого артиста это самое важное. То есть, клипы, радиостанции, какие-то моменты – это все дополняющие факторы. Но когда ты выступаешь вживую и общаешься с публикой, это действительно уже… Ты там видишь действительно реакцию людей, искреннюю, настоящую. Я сказала, что очень хочу выступать вживую, как можно больше, и каждый день. И это моя мечта – нести свое творчество. Она сказала, что у меня же тур. Хочешь? Поехали. Да, вот так просто, легко предложила. Но сказала, что… Только знай, что это очень нелегко. Ты готова к такому? Я сказала, готова. Она говорит, ну вот и посмотрим, как действительно. Ты поймешь, что такое настоящая жизнь артиста. Потому что действительно мало кто проезжает, даже уже из таких состоявшихся известных артистов. 34 города за два месяца – это… И как? Вы оказались готовы? Или все оказалось не так… Не так это все просто, как кажется. Не так это все легко, есть много моментов. И самый главный вот такой вот момент, который… То есть после определенного количества городов могло бы случиться такое, что я бы поехала домой. Потому что я еще кормящая мама. И малышке было всего 9 месяцев на тот момент. Вот это было самое трудное. То есть вот этот пройти момент. Но мы прошли каким-то образом. Все хорошо. Я до сих пор даже не бросила ее кормить. То есть как-то мы это все прошли, преодолели. И все хорошо. Кстати, был вопрос. Как вы выстраивали рабочий график, чтобы успеть и в роли матери, и в роли певицы. Я помню, Лобода в свое время рассказывала, что она во время гастролей чуть ли не самолетом передавала бутылочки с грудным молоком, чтобы ребенка продолжать кормить. А у вас как? У меня тоже такое было. Передавали тоже? Только не самолетом, а водителем. Называли кучу льда в пакеты. Ставили бутылочки. Было такое, что Ярослава ко мне приезжала. То есть они с мамой, с няней приезжали в Харьков ко мне. У нас там как раз был день концерта и день выходного. И чтобы не тратить вот этот единственный день на переезды в Киев, ну то есть бессмысленно, Ярослава ко мне туда приехала, тоже спасала маму. Ну кто кормящая мама, тот это понимает, знает, что это такое, кто это проходил. Как она дорогу переносила, нормально? Да, да, все хорошо. Она спала в дороге, все нормально. Что касается Иры, расскажите, вот какая она в жизни, легко ли с ней работать? И как-то Вы проводили там вечера после концерта, например? Конечно. Какая она вот вне сцены? Потому что мы видим ее мастодонт шоу-бизнеса, Ирина Биловна. А какая она вот в жизни как человек? Ира очень душевный человек. Конечно, и перед концертами я заходила к ним в гримёрку, мы желали друг другу хорошего концерта, так скажем, подбадривали друг друга. Мне нравится Ира на отношение такое к жизни, оно очень лёгкое. Она даже вот на репетициях, на музыкантам, даже вот всем она... Ну, нужно играть с душой, с счастьем, с удовольствием. То есть не напрягаясь, нужно это всё передавать людям. И вот такое у неё отношение к жизни. Всегда вот с ней очень тепло. И после концерта, конечно, мы ужинали, мы проводили вместе вечера. и делились впечатлениями от прошедших концертов. Ещё Ира очень такая, она очень с чувством юмора, весёлая, щедрая, очень любит дарить подарки. Вот. Но это всегда возвращается. Щедрые люди потом к ним. Всё возвращается. Это любовь зрителей. И это не просто так всё. У Иры это всё есть внутри. Вы там, кстати, на концертах исполняли совместную песню, да? Люблю его, которую раньше с Олей Горбачёвой она пела. Совместный трек вы не планируете записать с Ириной Биллок после совместного тура? Это мы оставим пока в секрете. Значит, планируете. Ну, в общем, посмотрим. Я не могу говорить точно. Я бы очень, конечно, хотела. Посмотрим. Вот есть вопрос. Тур охватил города в Донецкой области. Вы родом из Донецка. Какие были ощущения, когда приехали туда? Сложно ли было? Насколько сложно? Как справлялись? Да. Просто, знаете, я настолько вот уже забыла эти чувства. То есть, конечно, я скучаю по городу, но эти чувства были обострены вот в начале. Вот первый год, когда мы уехали. И вот всё напоминало, всё то, что напоминало о родном городе, конечно, сердце вот так вот щемило. Мы были совсем буквально рядышком с Донецком, но мы не могли туда, естественно, попасть. Ну, в принципе, могли, но вы сами понимаете, зачем. И мы объезжали этот город. И вообще вот эти дороги, эти даже магазины, которые есть только там, в заправке, Ну, то есть, вот это всё, это пахнет углём, эти шахты. Ну, то есть, это, не знаю, я не думала, что я настолько вот растрогаюсь. Мы ехали в машине, у меня действительно до слёз. Вот я поняла, насколько бы я хотела хотя бы на день туда попасть, увидеть вот эти все свои родные улицы, места. Ну, я соскучилась. Я там это поняла. И по людям всё равно. Это было видно. И очень много земляков моих приходили на концерты, подходили. Говорили, что я из Донецка. И точно так же они уехали, точно так же скучают. И песня «Город», действительно, они её по-особому ощущают. Вы в Донецке так ни разу и не были за все эти... Нет. Вот мы как уехали ещё 4 года назад, ну, почти 4 лет, а будет 4, как мы уехали. Страшно не было находиться вблизи, всё-таки боевые действия, там где-то громыхают, а вы концерт даёте вот здесь. Не было такого ощущения? Вообще не было страшно. Потому что это когда вот как-то с любовью, с добро, мне кажется, это и есть большая защита от всего того, что происходит там. Было просто вот как-то это всё непривычно, когда блокпост, вот эти все моменты проезжаешь. И понимаешь, что ты тут жил в мирное, доброе время, а сейчас какие-то границы, блокпосты. Вот это непонятно. Курьёза никаких не случалось во время переездов? Не забывали каких-то музыкантов, инструментов? Знаете, как это всё... Всегда ни один тур не обходится без курьёза. Музыкантов. Слава Богу, мы не забывали никого. Ну, были такие моменты, что, может быть, могли какие-то вещи забыть. Но это было всё... Всё решалось. Ну, я сейчас даже так не могу вспомнить. Была масса моментов, это всё такое, касается технических каких-то вещей. Это всё решалось. И даже было и на концерте что-то, да, там свет выключали. И такое было. И так вот в темноте, и без микрофона нужно было накричаться до зрителя. Нормально всё это, знаете, это такое есть. Настоящий артист, который может выкрутиться из любой ситуации. 34 города были по разным регионам Украины, я так понимаю, и Запад, и Восток, и везде, да? Конечно, на юг. Расскажите, вот как публика, отличается ли публика на Востоке, на Западе? Как принимали, возможно, по-разному, по-разному реагировали на концерт? Да, на самом деле, мне почему-то показалось, и не хочу сейчас никого обидеть, честно, но как-то что на юге, как-то все там, как-то нам, ну вот, как-то они теплее. Я не знаю, может, там солнце больше светит? Ну вот там как-то, то ли, может, потому что это было начало тура нашего, я не знаю, но вот как-то там чуть-чуть вот больше было радости какого-то и счастья. Но на самом деле в каждом регионе было особенно. И на Западной Украине мы поехали, то есть не было какого-то специфического отношения ко мне, потому что я из Донецка, ну мы будем, да, в открытую сейчас говорить, что это бывает, люди об этом говорят, что это бывает такая какая-то предвзятость какая-то. Я этого не почувствовала. То есть на концертах точно так же хлопали, точно так же подходили. Было очень хорошо на Западной Украине. Вы с Ирабилок и мамой двух маленьких детей. Часто обсуждали проблемы, ну, все, что связано с маленькими детками. Наверняка все разговоры сводились именно к детям. Постоянно. То есть каждый концерт, после каждого концерта мы там показывали. То есть понятно, у нас, как у каждой мамы, куча фотографий в телефоне только своих детей. И даже если нас нет дома, то нам эти фотографии кто-то присылает в видео. И мы с Ирой часто, ну покажи, что там сегодня, а что говорила, А что там, какие новые достижения, покажи. Точно так же Ира про своего Табрюшу рассказывала какие-то такие смешные ситуации. Вот, то есть, конечно, мы постоянно общались о детях. И Ярослава, я так понимаю, с мамой оставалась, да? С мамой, да. С моей мамой и с няней. Вот, маме, я думаю, она сейчас смотрит, огромное спасибо. Я всегда говорю, и это большая благодарность за то, что она смогла все оставить. И просто посвятить это время внучке, помочь мне, это большая помощь, бесценно. Спасибо огромное. Я так понимаю, это был первый ваш тур такой глобальный, такое себе боевое крещение? Да. После этого уже не страшно ничего? Я думаю, нет. После этого действительно, это такая победа, ты чувствуешь такой вот пройденный, такой какой-то закаленный такой путь. Как закалялась сталь, это точно. Я знаю, что многие артисты, которые вот к нам приходили на вайн-конференции, после рождения детей, девушки становились такие более мягкие, женственные. Как вот на вас повлияло появление Ярослава в вашей жизни? Конечно, больше нежности стало. Какое-то... Ну, есть это... Сердце, знаете, оно смягчилось, мне кажется, после рождения ребенка. И добавилась мне и нежности, и теплоты, и любовь какая-то особенная. Это особенно любовь к ребенку, ее не описать словами. Я не знаю, вот как-то нам так Богом, природой дано, вселяется в сердце нечто необъяснимое. И я могу сказать, знаете, самое главное такое изменение во мне, что я к другим детям начала чувствовать вот эту любовь. То есть раньше, ну, детки, там, поиграться. Ну, не было вот такого вот действительно что-то, какого-то чувства сильного. Сейчас я вижу детей, но я не могу объяснить, что со мной происходит. То есть если ребеночек плачет, все, у меня начинает... Ну, я не могу, мне тоже хочется плакать вместе с ним. То есть неважно, вот это вот выражение, что чужих детей не бывает, это 100%. Сейчас, ну, очень часто партнерские роды бывают. У вас, Ярослав, вместе с вами рожал? Да. Как пережил, потому что не каждый мужчина может вынести подобное. Он молодец, он так вообще меня поддерживал. И, честно, вот всем, кто, женщины, кто смотрит и сейчас, да, нашу конференцию, и там, кто беременна или, да, кто планирует, собираются рожать. Вот рожайте с мужьями. Это мой искренний такой совет, потому что, ну, это так сближает. Не знаю, я не верю во все то, что говорят, там, отворачивают кого-то, там, перестают любить. Не знаю, это, мне кажется, человек, который не любил, может... Ну, я не верю в это. У нас после этого, мне кажется, мы еще больше друг друга полюбились, сблизились. Какие-то были у него эмоции просто. Ну, мне потом друзья рассказывали в этот день, что... Ну, он рассказывал эту историю родов от того, как начали схватки еще дома, да, до того, как уже все начало происходить в роддоме. То есть он рассказывал раз десять. Настолько эмоционально для него это было все. Он был такой счастливый. Этот момент, когда появляется ребенок твой, ты видишь его первый раз, и... Ну, это не описать словами, что происходит в этот момент. Такое чувство, что тебя кто-то берет на руки и поднимает куда-то в облака. Я не знаю, как по-другому объяснить. И он пережил все то же самое, когда он первый раз увидел свою дочь, ему дали на руки. Ну, это незабываемое ощущение. Вот нужно это вместе проходить. Какие в нем перемены произошли? Вот вы стали более такой мягкой, да, а он, как мужчина, как отреагировал на то, что стал отцом? Как изменился? Я думаю, он тоже стал более, знаете, как он говорит, у меня сердце увеличилось, еще больше стало, еще больше любви туда зашло в сердце. Вот, понятно, он безумно любит Ярославу, это так, как все говорят, это так няшно, это так мило, когда они вдвоем. Папа дочек вообще любит очень, да. Очень, да. А, кстати, имя Ярослава, это вы так заранее запланировали? Или Ярослав, Ярослава? Семейный советок решил. Ну, а не трудно догадаться, кто решил. А, то есть папа порешил. Ну, честно, да. Честно, да. У меня еще были какие-то, то есть у меня были варианты для имени, я выбирала, думала, но у Ярослава вообще не было других вариантов. Поэтому вот так сложилось. Уже магишки. Красивое имя, я не могу сказать, что... Да, то есть... Ярослава Ярославлавна. Ярослава Ярославлавна. Ну, как княгиня, слушайте. Да, да. Ракицкая Ярослава Ярославна. Просто красиво звучит, мне тоже понравилось, поэтому я с мужем легко согласилась. Для него это, то, что дочь, все равно это, получается, в честь него названо, для него это добавляет, мне кажется, каких-то... эмоций положительных. Уже девочке годик будет буквально скоро, да? Да, 23 апреля. Как вы планируете? Глобальное торжество? Глобально нет, потому что она еще не поймет. То есть, я думаю, попозже будем отмечать. Будем много детей приглашать, вот, в семьях, да, у Ярослава коллег. То есть, это принято, всех друг другу приглашать на день рождения. Ну, в этом году мы отметим по-семейному, то есть, приедут все самые близкие, дедушки, бабушки, родственники, тети, дяди, вот, и мы просто в кругу семьи дома посидим. Понятно, у нас будут какие-то шарики, какие-то, что-нибудь такое интересное, мы придумаем какие-то украшения, игрушки, потому что будут еще детки, да, у моей сестры двое детей. Ну, в общем, просто по-семейному я, после тура я так соскучилась за всеми родными. Для меня это будет очень такой приятный праздник. А Кумавья, вы уже крестили девочку? Да, крестили, когда я была пять месяцев, по-моему. Да, это наши друзья, Максим наш, друг, самый такой близкий, родной для нас. И сестра Дарья, Ярослава родная сестра. Она безумно любит Ярославу. Балует крестницу. Ой, балует постоянно. Она всегда, она ни разу к нам, наверное, еще не приехала с пустыми руками. Она постоянно берешься, ты привозит, покупает и покупает. Это всегда очень нужно. Ничего не бывает лишнего у маленьких детей. В общем, такая настоящая крестная. Ну, а как Ярослава растет, футболистка или певица? На кого больше похоже? Ну, она там уже ня-ня, там что-то у нее, конечно, просыпается. Она уже подпевает немножко, да. Она там танцует в ритм, под музыку. Но я могу так сказать, она не принцесса. Знаете, как девочка такая, миленькая принцессочка. Она такая, ну вот, боевая. Мне кажется, она характером больше в папу. Я не знаю, будет она музыкально. Мне кажется, все равно это хорошо, когда дети развиты музыкально. Даже если это не будет ее профессией. Даже если она не пойдет по этому пути. Но если она будет знать ноты и будет, ну, как-то уметь либо петь, либо играть на каком-то инструменте. Ну, хотя бы просто для семьи, для родных. Я думаю, это всегда хорошо, когда у человека есть. Или, да, чуть-чуть минимальное хотя бы образование. Всегда я задаю такой вопрос матерям. Какой Ярослав отец? Можно ли, допустим, на день его оставить с дочкой? Умеет ли он готовить кашки, менять памперсы? Либо все же он пришел, чтобы мама была рядом, нянька была рядом. То есть, нянька, чтобы была рядом, да? Как-то сам не очень справляется. Ну, он говорит, я боюсь, а вдруг я что-то не так сделаю. То есть, ну, нет. Ну, вот так. Это мужчины. То есть, я думаю, что женщинам это более близко. Ольга, год всего лишь после родов, но я смотрю, вы в замечательной форме. Расскажите, поделитесь секретом, как приходили в форму после рождения дочери. Я скажу правду, что это было непросто. Я набрала, действительно, это сейчас, может, трудно поверить, 25 килограмм. 25? Было, да. Ну, так прилично. Да. И, то есть, после родов уже у меня было еще 18, да, лишних килограмм. И я, так скажем, как я приходила в форму. Я занималась постоянно, нанимала тренера сама каждый день. Ну, и питание. Как говорится, без питания они, ну да, вообще. То есть, нужно себя ограничивать. Не кушать вечером, перед сном. И тесто, вот эти все сладости, то есть, все-все-все, это я убрала из рациона. Ну, так скажем, ненадолго. То есть, нельзя себя потом ограничивать. Вот я пришла к своей форме, пришла к тому, что я хотела, своей цели. И потом начала потихонечку себя баловать какими-то там чуть-чуть сладкими. Потому что без сладкого я вообще не могу жить. Я обожаю сладкоежка. Для меня это все вообще. Вот. И во время беременности, я думаю, почему я столько набрала? Потому что я просто поглощала сладости. Меня просто тянуло на сладости. И все вот говорят, что ну понятно, девочка. Вот точно 100% будет девочку, потому что сладенькая хочется постоянно. Некоторые мамочки говорят, что если там слишком активно занимаешься спортом, еще и отказываешься в еде, то молоко теряет свой вкус и качество. Ребенок отказывается от кормления. Да, я тоже такое слышала. Ну, поэтому я сразу не набрасывалась на тренировки. Я как-то постепенно все это переходила на какие-то... Ну, то есть, нельзя себя, так скажем, убивать. Нельзя себя насиловать. Нужно все делать в удовольствие. И если это будет напряжение, то действительно очень долго будешь приходить в форму. Поэтому я постепенно-постепенно ради молока, чтобы молоко не уходило, чтобы оно было вкусным. Ну, как я убрала, да, например, сладости, там, тесто из рациона, какие-то такие жирные моменты. Но я ела все полезное, все отварное. Это, в принципе, все то, что нужно для молока. То есть, и Ярослава прекрасно питалась, все было хорошо. Ну, несколько месяцев мне потребовалось. Месяца три точно, чтобы... Все, и минус 18 уже тоже ушло, да? Ну, да, да. То есть, где-то через полгода, наверное, уже я вернулась к своей форме. А вот то, что я хотела, да, какую цель я ставила, то есть, хотя бы там, минус 15, да. То есть, я не хотела возвращаться вот именно, как я была до беременности. Хотя бы плюс-минус, там, да, какие-то 3-4 килограмма, ничего страшного. Ну, я так скажу честно. Я думаю, пахать пришлось нормально. Да, пахать пришлось нормально. Но, девочки, главное, вот, получать удовольствие. Вот, от малышки, от того, или от малыша, да, вот, вы стали мамой. Ну, не нужно себя насиловать, все равно. Даже если у вас 45 лишних килограмм, вот, любите себя, ее, отдавайте эту любовь. Нельзя себя, вот, нельзя себя наказывать или критиковать. Ну, вот так, вот, это природа, ничего, оно все постепенно уйдет. Немножко, да, немножко нужно потрудиться, но, главное, не заморачиваться сильно по этому поводу. Поэтому будет все легко.